но был красный, потому что ньютон, в принципе, практически достаточно долгое время не воспринимался, хотелось бы выделиться, подчеркнуть свою красоту, да, это красный оттенок смешивался с животным жиром и наносился на губы. И достаточно долго вот так вот использовали, да, натирали, растирали абсолютно любые другие природные ингредиенты, но слава богу, что мы с вами, знаете, как я всегда говорю, знаем историю, знаем, как это все формировалось, и можем, да, в особенностях, в интересных фактах помады, потому что помада, это как и, собственно, вообще в целом вся блюти-индустрия проходила достаточно большой этап формирования, принятия, непринятия, я уже неоднократно говорила, что красный цвет, это, знаете, цвет, который как изначально появился, да, в женской косметичке, один из самых первых цветов вообще в целом всей декоративной косметики, так он уверенно шествует на протяжении веков, столетий, тысячелетий, да, все оттенки, все пигменты красного имеют место быть. Но, знаете, очень интересные такие факторы связаны с красным от того момента, что, кстати, красили когда-то губы, например, в древнем Вавилоне как мужчины, так и женщины, и как раз эти накрашенные губы всегда подчеркивали более высокий статус в обществе, почему, потому что, да и не только, например, это не только касается помады, использования всей косметики в целом, и ароматов, и ухода, почему, потому что тогда не было, естественно, такого разнообразия в производстве, да, которое сейчас мы с вами наблюдаем, разнообразия выбора, то есть секретные формулы постигались, и то методом проб, ошибок особым людям, особым жрецам, то есть у каждого народа они назывались абсолютно по-разному, хранители тайных рецептов и так далее, но не всегда безопасны были эти формулы, но тем не менее, знаете, можно сделать точный вывод, что какие бы безопасные, опасные формулы бы на самом деле не были, а еще что ужаснее, как в уходе, так и в декоративной косметике, женщины все равно это применяли, пробовали и, конечно же, получали тот или иной опыт. Ну, интересные факты, да, касающиеся помады, касающиеся украшения, да, вообще разряда декоративной косметики, потому что декор в переводе означает украшение, и мы в прямом смысле украшаем себя, да, через декоративную косметику, подчеркиваем красоту своих губ, пышность своих ресниц, скульптурируем лицо, ведь когда-то на самом деле это все имело место быть, просто популяризация в разные десятилетия происходят разных продуктов, ну, вот что лично я заметила, да, хайлайтер, контуринг, когда-то, казалось, несколько лет назад, какие-то достаточно новые продукты, как ими пользоваться, мы учились, мы узнавали и так далее, женщины древних миров, да, и древних цивилизаций, будет так даже правильно, использовали это уже достаточно давно. Что хочу сказать про помаду, да, что было интересного такого, вот красный цвет, как я сказала, он был популяризирован, ну, скажем так, с момента его первого проявления, потом мы немножко подзабылся, были моменты, когда считали, что красным цветом помады вообще пользуются, пользуются женщины, которые обладали какими-то магическими свойствами, да, ведьмы могли сжечь на кострах, но тем не менее в 16 веке, ну, как бы все изменило, вот такие резкие перепады относительно красного цвета эпоха возрождений, возрождений. В 16 веке королева Елизавета I, она вообще считалась законодательницей моды, она создавала, изучала мир красоты, создавала даже собственные формулы, естественно, не без помощи более профессиональных, знатных людей, и она популяризировала красные губы. В 1884 году, да, парижские парфюмеры представили первую в истории современную губную помаду. Она была обернута в шелковую бумагу, это еще, у нее не было еще вот такого вот железного, да, железного футляра, она была обернута в шелковую бумагу, и сделана из оленевого шара, что, собственно, из оленевого жира, простите, что, собственно, опять же, сколько тысяч лет назад, да, появилась первая формула помады, и в 1884 году ее просто уже популяризировано представили на выставке, но тем не менее она состояла полностью из натуральных природных ингредиентов. И в 1915 году уже вот такой, ну, естественно, это прототип, это уже современная доработка, но тем не менее металлический контейнер для помады. И он уже запустился в массовое производство, да, вот такой вот контейнер, который появился только в 1915 году. Сегодня мы с вами имеем уникальную возможность использовать средства для губ не только в таком футляре, да, если мы будем говорить о блесках, если мы будем говорить о другом формате помад, мы с вами можем уже абсолютно применить и использовать в практике, вот, ну, в прямом смысле хоть что. И это имеет место быть, я считаю, отлично. Почему? Потому что мы сравниваем, мы узнаем, да, что лучше. Мы можем убедиться в том, что такой футляр может хранить как текстуру помад более плотную, более насыщенную, более легкую. И то же самое касается тубов с блесками. Тубы тоже когда-то были изобретены, и, естественно, формат использования, в принципе, цель одна. Формат использования может быть разный, хранение самой текстуры, да, может отличаться, если прям так мы с вами уйдем глубоко. И опять же, знаете, если мы будем говорить о стойкой помаде, ведь, собственно, я думаю, что помада чем-то была, кстати, первоначально похожа на наши супер увлажняющие помады, потому что текстура была достаточно как будто бы, да, ну, там, природный жир, жир животных использовался, и красящий пигмент природного происхождения. Она, в принципе, по сути, не так сильно отличалась от того, что вот, от того, что сейчас у нас есть. Это хорошее увлажнение, это средняя насыщенность пигмента, если мы будем говорить о стойких помадах, безусловно, мы с вами когда-то и познакомились в мир, когда-то зашла в массовом производстве стойкая помада, и она появилась в 1940-х годах, одни из самых первых экземпляров. Но вы знаете, такая громкая популяризация была ближе к 50-м годам. Это был тоже американский, кстати, бренд, мат, который использовал стойкую помаду. И, кстати, в 50-х годах был тренд на матовую помаду, то есть вместо того, в жизни все циклично, но все возрасталось, популяризировалось более либо менее. Но, тем не менее, в чем плюс сегодняшних средств, которые нас украшают, это, на мой взгляд, более безопасная формула у крупных серьезных компаний. Вот, у крупных серьезных компаний. И, знаете, есть еще один такой интересный факт, почему сегодня я столько уделяю времени, скажем, под помады, потому что, когда мы сами знаем, сами владеем информацией, мы можем делиться ей с нашими клиентами, и на самом деле это очень интересно, когда встретишься с вами, с вами вы, например, скажете, да, что какая-то помада появилась тогда, вы знаете, какая-то помада появилась тогда, но красный цвет, вот он проходит, на самом деле, красной ниткой, красным пятном, абсолютно во всей истории, не только бьюти истории, да, а в целом даже во всемирной истории. Сейчас скажу, почему. Потому что во время Второй мировой войны красная помада стала символом патриотизма. И вы знаете, что по указанию Уинстона Черчилля было запрещено производство всех косметических средств, кроме губной помады. Поскольку женщины, которые наносили, да, ходили яркую помаду на губы, они поднимали настроение и боевой дух среди мужского поколения. Вот представляете, даже так, даже, наверное, прожив крупные взлеты и падения, красный цвет, он все равно, ну, либо яркий цвет, да, это же может быть и коралловый, и оранжевый, но все равно с добавлением красного пигмента имел место быть. Ну и, конечно же, говоря про бренд Mary Kay, да, я так начала с истории, говоря про бренд Mary Kay, первые помады у нас появились в линейке Mary Kay в 1963 году. Появились первые пять оттенков помад. Безусловно, они тоже прошли свою доработку, свое развитие и продолжают это делать. Немножко, не немножко, беря за основу историю, которая уже когда-то была, дорабатывают все современными безопасными формулами, ну и, знаете, и это как такая возможность, эстетическая возможность для каждой женщины наслаждаться своей красотой. Вот такая вот история помады, да, которая имеет место быть, и она будет интересна, как в вашем рилсе, прямом эфире, посте, встрече с вашими клиентами, и даже для себя, потому что девушка, она всегда, на мой взгляд, остается девушкой, тем более профессионалы, ведь эксперты, которые должны обладать чуть-чуть больше информации, чем, да, клиенты. Еще раз напомню, вернусь к новинке квартала, это два оттенка помад, розовая дымка и спелая вишня, один более насыщенный, другой менее насыщенный, да, что мы с вами, собственно, и уже прекрасно понимаем, и стоимость каждой помады будет составлять 7000 тенге. Ничего не меняется в упаковке, это коробочка, и это сам вот такой вот железный корпус. Знаете, я все равно продолжаю на самом деле увлекаться изучением глобального рынка, и смотрю, что многие бренды тоже выпускают, да, помады, ну, как, это как помада-бальзам для меня, для меня это воспринимается как помада-бальзам, да, просто она более пигментирована. Почему? Потому что хороший уход, мягкие губы мы ее нанесли, и без карандаша можно и с карандашом, но текстура помады настолько здесь достаточно тонкая, мы уже успели опробовать классическую, да, став уже классической коллекцией помаду, что карандаш может достаточно сильно отличаться, поскольку карандаш для губ имеет более плотную текстуру, и выделяться. Если мы хотим выделить контур, визуально увеличить губы, мы это можем сделать только при помощи карандаша, потому что текстура этой помады, наверное, не совсем позволит это сделать, она будет, знаете, очень умело распределяться в, ну, какие-то небольшие, это даже не трещинки, в строение губ, строение кожи губ, да, когда она переходит в основную, в основную, так полотно лица. Я выражусь, наверное, так, поэтому, если вдруг вам понравился цвет, но как будто бы не хватает объема губ, и хотите это сделать, это можно сделать при помощи карандаша. Ну что ж, перехожу к следующей новинке квартала. Такой обои, да, он быстрее, вот, кстати, достаточно недавно, но хотя, наверное, да, достаточно недавно, потому что маленький формат аромата появился давно, а вот именно миниатюрные travel size средств ухода, они появились не так давно. Почему? Потому что женщины, да и люди в целом, ведь это такой продукт, который могут использовать как мужчины, так и женщины, да, сейчас пребывают в просто практически в постоянном, мобильном состоянии. Мы с вами очень легко куда-то возвращаемся. Мы с вами, если уезжаем, всегда хочется взять средства ухода, это нужно, да, это правильно, но формат, вот, начинается такая головоломка, куда, как поместить, когда мы там едем буквально на несколько дней, как перевести, и об этом, опять же, вторит, вторит в появлении в бьюти-индустрии, да, различных формочек, да, для перевозки, для хранения, для перемещения в более маленьком формате. Но, тем не менее, в бьюти-индустрии всегда нам предоставляет выбор, да, как бы классно и удобно брать с собой маленький формат. Travel Size – это тоже один из мировых трендов, и бренд Морикей просто не мог его игнорировать, да, мы с вами уже ознакомились с форматом Travel Size ароматов, мы с вами ознакомились с форматом Travel Size масок, скажем так, ну, определенного выпуска, и выпуск этот продолжается, потому что мы видим, насколько это удобно, насколько это классно, и когда мы можем глубоко очистить свою кожу, плюс увлажнить, а очищение, увлажнение нужно абсолютно всегда, абсолютно в любом возрасте. И у нас с вами появляется еще один набор мини-масок, да, напомню, что у нас был тоже ранее набор мини-масок, который состоял из увлажняющей маски, и маски, и черной маски, как мы ее привыкли называть, в этот раз мы окунемся вообще полностью в мир момента розовой нежности. У нас с вами две маски в Travel формате, это маска увлажняющая, и это маска с розовой глиной. Объем каждой маски составляет 34 грамма, удобно брать косметичку в любую ручную куласть, где не нужно сдавать багаж, если мы летим на самолете, да, и здесь коробочка, она словно книжечка открывается, и вот здесь вот мы с вами видим ингредиентный состав, такую вот картинку фановую, как мы используем, да, маску, какие этапы нужно сделать, прописано, что здесь, то есть очищение, мы очищаем нашу кожу при выбранным средствах, да, выбираем маску, наносим, то есть все очень понятно, просто, коробочка, хочу остановиться более или менее подробно, да, на каждом средстве, кстати, обязательно мы используем, ну, можно не обязательно, но тем не менее аппликатор для нанесения масок, это тоже аксессуар, который имеет место, во-первых, это гигиеничность, да, нанесение, это трендовость нанесения, и это определенная эстетика, в любом случае, это как мы с вами привыкли, например, использовать аксессуары для нанесения декоративной косметики, точно так же уже есть аксессуары для использования ухода, это лимитированный выпуск, подарочный мини-набор, да, да, вот вижу комментарии, то, что было бы хорошо, если это была бы регулярная линия, вы знаете, лимитированный выпуск, вот в чем его особенность, нам казалось бы, классно, мы любим продукты, появились лимитированные коллекции, сезон пробыли, и все, их больше нет, но ведь лимитированная коллекция, это коллекция, я бы сказала, для бьюти-бурманов, вот, ну, как бы, хороший ответ будет для наших клиентов, и почему лимитированные, тоже было бы классно, регулярные линии, это та коллекция, которая недоступна всем, то есть ограничения, да, и, скажем так, вот это такой волшебный бокс, волшебный кусочек, чего-то, да, я, наверное, так скажу, который недоступен всем, да, доступен всем, кто просто вот фанатеет от того или иного направления, для кого это удобно, кто готов применить на себе и опробовать, например, новый тренд, вот такие моменты имеют место быть, да, в лимитированной коллекции. Ну что ж, как я уже говорила, да, маска с розовой глиной, это глубокое, но при этом деликатное очищение, которое очищает наше очищение при помощи маски, и очищает нашу кожу еще плюс на таком уровне, да, когда мы запах здесь, в маске содержатся, да, различные цветочные экстракты при вдыхании, то есть мы тоже получаем некое расслабление, некое ощущение комфорта, наверное, достижение, знаете, более высокого пункта красоты, что это не только красота, ну, не только красота в прямом смысле слова, но это еще достаточно тонкая эстетичность, ну и, конечно же, увлажняющая маска, эти два средства, что, в принципе, эту маску, что эту маску можно использовать как мужчинам, так и женщинам, да, все больше мужчин уже накунается, скажем так, в систему ухода, наверное, пока им разрекламировано в массовом, скажем так, в массовом восприятии, например, черная маска, что сейчас активно рекламируют, я не знаю, где состав, не знаю, какую маску рекламируют, да, барбершопы, барбершопы, да, когда видишь рекламу, там мужчина сидит в маске, и, в принципе, сделать маску, это для них какой-то фановый элемент, и я очень часто вижу, например, друзья знакомые и заходят в барбершоп и делают маску, обязательно это нужно заснять в сторис и сказать, я сделал маску, и это так классно, это здорово, но на самом деле, помимо фановой стороны, помимо фановой стороны, ну и, безусловно, за этим стоит уход, который все-таки сейчас уже становится более приемлемым, ну, приемлемым в том плане психологического восприятия для мужчин, и тоже они увидели и видят результат, что можно улучшить кожу, безусловно, стараются сделать, ну, скажем так, все по максималкам, кстати, мужчины это такой тип клиентов, но который практически никогда не экономит на себе, вот уникально просто, я когда работала сама в торговом зале, да, и мужчины всегда скажут, вы считаете, это нужно брать, да, а, хорошо, я возьму, вы считаете, мне это поможет, это даст результат, да, хорошо, я возьму, в отличие от женщин, девушек, которые иногда могут подумать, взвешивать, надо, не надо, мужчины в этом плане вообще просто, вот просто молодцы, принимают решения здесь и сейчас, но, собственно, с ними в этом плане иной раз даже быстрее и проще работать, подбирая подарок, да, подбирая подарок для их окружения, женской части, может быть, ну, не видела, знаете, очень редко, когда мужчина, это может быть и есть, и это будет у нас развиваться, когда мужчина подарит, например, своему другу, там, маску, но сейчас это вот прям просто в единичных случаях, или крен для рук, но как-то вот они пока и так устроены, пойдут, да, и сами купят, но, тем не менее, маска, это, это, то средство ухода, которое тоже было популярно в древних цивилизациях, и почему такой культ ухода за собой был, например, в том же древнем Египте, думаю, ну почему, ну не хуже же Греция, не хуже же Вавилон, природные условия, климатические условия, где люди жили под палящим солнцем, да, заставляли, можно так сказать, сподвигали, ухаживать за собой, сохранять молодость и красоту, защищаться от воздействия солнца, наверняка через прошедший опыт повреждений, например, кожи, наиболее быстрого старения и так далее, да, знаменитые маски Клеопатры, знаменитые ванны Клеопатры, сколько у греков, у древней Греции было различных направлений ухода, у древних римлян, безусловно, одна цивилизация, одна народность перенимала у другой народности и имела какой-то опыт наращивания, да, улучшения самой формулы, самих способов использования, да, вы пишете отличные комментарии, сейчас открыла чат, и здесь, ну, по поводу регулярной линии я отметила, это не для всех, для бьюти-гурманов, всегда лимитированная коллекция, розовую маску, со скольки лет можно принимать, вы знаете, и скажу, я уже долго говорю об этом, и скажу еще раз, все-таки, я очень рада, что сейчас это стало прям очень сильно массив, ну, как бы вот, массироваться, в плане того, что мы не опираемся на цифры, мы опираемся на потребность кожи, на потребность кожи мы с вами опираемся, розовая маска, да, поскольку она глубоко и деликатно очищает, безусловно, она может подсушить, минимизировать различные воспаления, если мы говорим с вами о подростках, то о подростках, то мы можем использовать, рекомендовать к использованию с того возраста, когда появляются воспаления на коже, да, это у всех может быть возраст разный, у кого-то это может быть 14 лет, у кого-то может быть 15, у кого-то может быть 17, у кого-то может быть 19, в зависимости от потребности кожи, да, это касается, как девочек, в зависимости от потребности кожи, от интенсивности, от особенностей развития организма, здесь, здесь все индивидуально, абсолютно, поэтому ограничений по возрасту здесь нет, здесь есть только потребность кожи, когда нужно, да, например, хорошо более взрослый возраст, я не использовала, предположим, какие-то чащи маски и попробовала, да, мне объяснили, что дополнительное очищение имеет место быть, как работает с моими порами, какой результат я в итоге получу, безусловно, да, я могу начать ее использовать в более взрослом возрасте и уже в совсем взрослом возрасте, когда лицу необходимо дополнительное сияние, либо нужно использовать те средства ухода, которые будут способствовать, да, дополнительному осветлению, сиянию и так далее. Вижу комментарии так, ощущение, да, для кого-то розовая маска создает ощущение именно чего-то дорогого. Для меня тоже розовая маска пахнет так, как будто пахнет косметика в целом. Это что-то такое вот прям нежное, ну, пудровое, вы правильно описали, Светлана, в комментариях, да, вот ощущение, как будто я окунаюсь в эту косметику, в запах этой косметики. В общем, у нас вот такой вот набор, отличный на подарок, в первую очередь, отличный для себя, для того, чтобы попробовать брать с собой, подарить, поделиться, ну, не знаю, может быть, там разделить кому-то одну маску, кому-то другую, может быть, там сестрам, ну, все зависит достаточно как бы от каких-то индивидуальных направлений. Ну, конечно же, набор, где одна маска, мы сделали одну маску и потом увлажнили второй маской, очистили и дали, скажем так, как я говорю, увлажнение, это то, через что мы даем напиться нашей коже, да, напиться той самой воды, которая составляет основу всего, имеет место быть, поэтому вместе либо по отдельности непосредственно регулировать уже вам, да, как профессионалам этот самый процесс. Что еще? Ой-ой-ой, так, секундочку, сейчас я открою свою презентацию, у меня она слетела, сейчас поделюсь с вами, секундочку, что еще у нас с вами есть интересного в новинках квартала, это, конечно же, уход за руками, уход за руками, это который представлен из трех рук, с фруктовыми экстрактами, цена каждого крема будет составлять 4800 тенге, ну что ж, я начну открывать каждый крем, и первый крем это мандарины розы, мандарины розы, вообще коллекции кремов для рук, это такая коллекция, которая кунает нас, вы знаете, в буйство запахов, в эмоциональное какое-то путешествие, потому что вдыхает тот или иной аромат, у каждого складывается определенная ассоциация, ну что ж, здесь очень насыщенная сама парфюмерная композиция крема, и он достаточно ярко звучит в плане запаха, вот нанесете его, да, то есть он достаточно долго, я с утра просто пришла на работу, дадисла крем, запах держится настолько долго, и чем больше крема нанесешь, тем ярче будет звучать запах, ну то есть опять же, мы с вами можем, если открытые руки, если мы не используем парфюм для того, чтобы воссоздать приятную ауру возле себя, вокруг себя, на себе, то есть для всех, для нас это будет абсолютно индивидуально, да, мы можем нанести крем, но честно, я обычно крем для рук начинаю с кистей, и вот доношу до сюрбы, это у меня особенно вечерний ритуал ухода, но сейчас мы поговорим про текстуру крема, обращаю ваше внимание на то, что текстура крема словно, знаете, для меня как будто словно такое мягкое масло, но не в том плане, что оно гипержирное, в том плане, что когда она соприкасается с кожей, она очень быстро, текстура, на первых, хорошо распределяется, как будто тает на коже и очень быстро впитывается, очень быстро впитывается, какой результат, да, в принципе, максимально, максимально стандартный результат, который мы получаем от наших кремов для рук, это моментальное увлажнение, это разглаженность кожи, это убирание, это убирание, шелушение, шелушение кожи, и это, конечно же, запах, запах, фруктовые, например, вот направления, сейчас мы будем с вами рассматривать, ими, для меня более ярко выражены, мандарин и роза, это самый такой тонко звучащий крем для рук, да, он сочетает в себе такие ноты, как игристый мандарин, турецкая роза и сандаловое дерево, сандаловое дерево, дает этому букету ароматическому для крема, да, такую некую теплую ноту, вот, второй крем для, второй крем для рук, это манго и апельсиновый цветок, манго и апельсиновый цветок, здесь, вот, прям, знаете, звучание фруктов ярко выражено, я, например, слышу здесь больше апельсин, кто-то из коллег слышит больше манго, соответственно, точно так же, да, будут у вас разные ощущения, кто-то может чувствовать один ингредиент, кто-то другой ингредиент, может быть, кто-то вообще запах кокоса, потому что экстракты кокосовой стружки здесь тоже имеет место быть, ну, и третий крем, третий крем, это весная ягода и пасеколы, текстура кремов у всех абсолютно одинаковая, нанесу его еще раз, он очень быстро, он хорошо распределяется, быстро тает, быстро впитывается, нет ощущения, вы знаете, для меня какой-то очень важный критерий любого крема для рук, любого лосьона для тела, когда наносишь на тело, на руки, на тело, безусловно, да, оптимальное количество для себя, и если начинаешь что-то трогать, это начинает плодоручки, мышки, скользить, на столе остается какой-то жирный след, все для меня, ну как бы, я не очень начинаю любить это средство, ну вот так как-то сложилось, а здесь, нет, здесь все классно, здесь впитывается, про то, что знаете, эта камера не передаст здесь это точно, на руках появляется такой, как будто бы лоск ухоженной кожи, это не жирный след, это лоск именно ухоженная кожа, ну и конечно же крем для рук всегда будет актуален абсолютно для всех, начиная возможность более юного возраста, но не всегда так зацикливаются на уходе, да, более юное, скажем так, поколение для тех, кто, для тех, кто хочет познакомиться с брендом, для тех, кто хочет познакомиться с кремом для безусловно, без отлично погружение вот тут, которое сохраняет увлажненность, красоту и молодость только, это отличный подарок, ой, это отличный подарок, простите, пожалуйста, это отличный подарок на абсолютно любое мероприятие. я продолжу знакомиться со следующей новинкой, это аромат, это аромат, это не ароматы, это аромат, простите, иллюминея дринс, новая, кстати, не сказала про крем, объем крема составляет 73 миллилитра, ну, вот такой тюбик достаточно, ну, скажем так, ни на неделю, ни на две, а на достаточно долгий срок использования. Так, сейчас не могу понять, я презентацию не переключаю, почему она на меня соскакивает, это аромат, иллюминея дринс, вы знаете, что в 2023 году у нас будет 60 лет нашей компании, нашему бренду, и это лимитированный аромат, да, который заставит нам удовольствие окунуться в тонкую ауру женственности, я бы сказала так, почему, потому что запах этого аромата, он очень сильно отличается от классической иллюминея, от классической иллюминея он сочетает в себе как раз-таки то тонкость, то, знаете, игривое настроение, то изящество и, я бы сказала, розово-пудровую ауру, ту нежность, наверное, вот в этом состоянии хотела бы пребывать абсолютно каждая девушка и каждая женщина, да, аромат, объем аромата будет составлять 50 миллилитров, коробка будет точно так же упакована в следу, мы просто уже распаковали, да, знакомились с ароматом, он будет упакован точно так же в следу, парфюмер Джина Перкантини, это парфюмерный дом Мане, Джина Перкантини создатель нашего классического с вами иллюминея, вот, и у Джина Перкантина очень хорошая парфюмерная портфолио, вы знаете, что меня привлекло в этом парфюмерном портфолио, он разработал на один аромат для ювелирного дома Граф, это очень старинный, крутой, элитный ювелирный дом, и когда он выпустил свою коллекцию парфюмерии, Джина Перкантина создал, он умел, сумел разработать, да, сочетать, сочетание уникальных ингредиентов, и большой плюс заключается в том, что несмотря на воздушность, легкость, женственность, да, такую легкую ауру, концентрация этого аромата представлена в парфюмерной воде, это говорит о стойкости, я уже носила этот аромат, я уже с ним знакомилась, на самом деле аромат, на мой взгляд, вы знаете, я сильно избалована в плане аромата, вот, чтобы понравился какой-то аромат, наверное мне нужно время, чтобы привыкнуть, вот с этим ароматом, помню, у нас с коллегами было первое собрание, да, мы проговаривали, когда он появится, то есть особенности этого аромата, момента, даже сама лизуальная картинка, да, говорит за то, что он такой свежий, воздушный, мне этот аромат понравился сразу, мне этот аромат понравился сразу, мне была возможность, да, попользоваться, использовать, оценить, погрузиться в, мы получаем лабораторный иногда, да, варианты продукции, вот именно даже с этого момента мне очень полюбился аромат, поверьте мне, я в этом плане очень избалованная, и даже несмотря на какой-то, когда ароматы какие-то легкие, я говорю, слишком простой состав, когда ароматы слишком тяжелые, в смысле тоже есть критерии, здесь вот сочетание, да, как раз-таки я зачитаю некоторые ноты, да, это розовый перец, да, это масло ириса, масло ириса всегда придает пудровость, но здесь яркая выраженная пудровость, она именно на очень тонкой грани, это мускус, это светлая древесина и розовая морская соль, да, розовый перец, сочетание масла ириса, розовая морской соль, вы знаете, как раз-таки дает сочетание, сочетаемые ингредиенты как будто с несочетаемыми, как будто разные стихи поместили в один флакон, и при этом добились очень мягкой, женственной, воздушной и волшебной ауры, вот такой это аромат, я попыталась передать вам, безусловно, да, вы можете посмотреть его только визуально, но я попыталась передать вам то, то настроение, которое заключено именно вот в этом флаконе, цена аромата будет составлять 41 500 тенге, еще из новинок, еще из новинок я пытаюсь вернуться назад, ну ладно, вернусь я назад чуть попозже, у нас с вами продолжение серии Clinical Solutions, это бустеры, это бустеры, это парфюмерная вода, и, кстати, по поводу афродизиаков, афродизиаки, сейчас вернусь, да, к вопросу ароматов, у разных народов в разных ингредиентах считается афродизиаком, у кого-то розы считается афродизиаком, у кого-то вани считается афродизиаком, у кого-то ландер считается афродизиаком, поэтому достаточно спорный вопрос, вы знаете, притягивает все-таки сама женская, да, сама женская аура, само женское проявление, настроение, я всегда делюсь с вами уникальным случаем, который когда-то произошел на моей работе, девушка купила аромат, когда выходил бренд, новый заходил на рынок Казахстана, она, и этот аромат стоил сейчас 100 миллилитров, ну, это было лет 7-8 назад, 60 тысяч тенге, и там была тоже уникальная формула, уникальное сочетание ингредиентов, и она говорит, это же афродизиак, это же афродизиак, да, я вот возьму, приходит через месяц, она за месяц налила ее чуть меньше, 100 миллилитров, я говорю, вы знаете, она начинает кричать на консультанта, я использую этот аромат целый месяц, никого не привлекла, вот вы знаете, и смех, и грех, на самом деле, но аромат это дополнение вашего образа, дополнение вашего настроения, да, вот, вас вообще в целом, но это не, не ключ, который будет всех привлекать, который будет, я не знаю, там, разрешать какие-то определенные вопросы, вы и дополнение к вам, это как вы, и вы одеты в красивую одежду, вот, наверное, и создается уже определенное впечатление, аромата тоже некая одежда, да, это аура определенная, через которую создается некое впечатление, вот, еще одна новинка, это уход, это уход, это бустер, это бустер с ферловой кислотой, так, продолжение стерии клиникал салюшенс, сейчас я просто, простите, пожалуйста, включу, включу слайд, мы с вами недаром говорили о том, что мы будем продолжать развитие в плане дерматокосметики, потому что, ну, как бы мы углубляемся, мы углубляемся, знаете, я себя не вижу, у меня пропало, вот я себя видела, то, что я попкала, а, вот, все, мы углубляемся и достигаем определенного, более высокого уровня ухода за кожей, омолаживания ее в домашних условиях, и у нас с вами одно из ключевых новинок, еще будет вот такой вот бустер из серии клиника solutions, периловая кислота, плюс неоценамид, что решает, какие вопросы решает данный бустер, это осветление и пигментация, да, ура, ну, у нас, безусловно, очень много средств, я считаю, достаточно много, которые работают на выравнивание этого на коже, на минимизацию, но это такой очень обширный ингредиентный состав, клиника solutions, как вы знаете, да, бустеры, это та серия, которая работает непосредственно точечно с проблемой, с определенной проблемой кожи, но этот бустер будет включен в регулярную линю, давайте посмотрим, что из себя представляет этот бустер, да, и какие ингредиенты он в себя включает, это фиуровая кислота, это неоценамид, это экстракт морских бобов, какая текстура, да, текстура похожая на бустер с гиалуроновой кислотой, я нанесла каплю, она не истекает очень быстро, в отличие, вот у нас есть, да, бустер второй, с ресвератролом, да, где текстура очень жидкая, да, мы нанесли, она буквально как вода, здесь нет, более густая текстура, и обычно так же, 15 миллилитров, после вскрытия, так же, как и бустер с гиалуроновой кислотой, мы используем в течение 12 месяцев, и цена будет составлять 17 тысяч тенге, в чем особенность бустера с фируловой кислотой, помимо осветления, это мощный антиоксидант, который защищает кожу от внешних факторов, да, выступает словно как щит, минимизирует основные причины пигментации, минимизирует неровности тона, то есть, это бустер, который способствует выравниванию тона и улучшению внешнего вида. Как использовать? Точно так же, после очищения, да, этонизации кожи, мы используем 6-8 капель, либо доза может меняться в зависимости от того, наносим она на лицо, на область шеи, на область декольте, да, бустер, далее наносим свой основной уход, да, это сыворотка и это крем. Если мы с вами, да, сразу у нас встает тот момент, как мы можем использовать теперь его в процессе ретинизации, можем ли мы использовать, не можем ли мы использовать, какие, какие особенности, да, использования, простите, пожалуйста, у меня слайды просто перескакивают, можно ли использовать концентраты одновременно, можно ли использовать его в процессе ретинизации, давайте сейчас посмотрим. Если мы с вами используем в процессе ретинизации. Наш бустер с гиалуроновой кислотой мы можем использовать как до, как во время, так и после ретинизации. То если мы говорим о бустерах С-ресвератрол и бустер с пиромовой кислотой, мы используем либо его до, либо после процесса ретинизации. Либо, если мы закончили процесс ретинизации восьминедельной и оставили сыворотку с ретинолом на целых 0,5% применения, например, несколько раз в неделю, то мы используем бустер с пиромовой кислотой в другое время. Вечером, естественно, мы наносим вечером бустер сыворотку с ретинолом на целых 0,5%, то на следующее утро мы можем нанести бустер с пиромовой кислотой. Тем не менее, да, мы его подключаем, совмещаем в тот момент, когда мы уже прошли этап ретинизации. Во время этапа ретинизации мы не используем данный бустер. Какие еще вопросы могут быть? Можно ли использовать два концентрата одновременно? Да, можно. Сначала мы наносим бустер, если мы помните, мы с вами говорили про гиалуроновую кислоту, здесь вот важно вспомнить, сначала мы наносим бустер с пиромовой кислотой, затем концентрат гиалуроновая кислота плюс церамиды. Если мы с вами говорим о фируловой кислоте и о бустере с фируловой кислотой и о сразу одновременном использовании трех бустеров, то три сразу использовать нельзя. Но при этом каждый из бустеров сочетается этот цепь, плюс эсфератрол и бустер с фируловой кислотой с бустером гиалуроновая кислота. Сейчас может быть взрыв мозга произойти, посмотрите просто на картинку, просто на картинку и у нас с вами может быть в нашем бюте рационе, да, все три бустера, но одновременно их использовать нельзя, они могут быть, одновременно их использовать нельзя. Например, я использую понедельник, вторник, среду бустер, цепь, потом бустер с гиалуроновой кислотой, да, в 4-5 суббота, в воскресенье я хочу использовать фируловую кислоту. Можно так использовать, но сначала мы используем фируловую кислоту, наносим, а потом бустер с гиалуроновой кислотой. Так, чтобы взять в один день, в один момент на себя нанести все три бустера нет. Ни в коем случае этого делать нельзя, иначе ингредиенты не будут коннектиться между собой, это может вызвать дикое раздражение, потому что на правильность бустера, рациплис, реставератрол, фируловая кислота, у них есть, ну скажем так, общий знаменатель, это выравнивание тона, активные ингредиенты, которые работают на выравнивание тона. Что мы просто будем делать? Мы будем с вами повышать чувствительность кожи, да, и тем не менее можем вызвать аллергическую реакцию. Как их наносить? Здесь прописана самая простая схема, да, которую мы применяем, если мы используем с вами бустер цеплюстресвератрол, либо бустер с фируловой кислотой, мы наносим после тонизации в первую очередь, затем бустер с гиалуроновой кислотой и уже далее основной уход. Если мы используем ретинол, то с ретинолом у нас дружит именно в процессе ретинизации только увлажняющий бустер. Все, бустер с ресвератролом, бустер с фируловой кислотой, ждут своего момента. Если у вас есть вопросы к использованию, вы можете их задать в чате. И я пропустила еще одну новинку, это бальзамы. Это бальзамы для губ. Они будут визуально очень похожи на наш крем, да, как он выглядит. Бальзамы для губ у нас будут в, ну скажем так, два вида, два вида, которые помещены в подарочный набор. Цена его будет составлять 7500 тенге. Это сочетание нескольких видов воска. Это витаминизированный состав. И это вот такое вот очень красивое оформление. Почему их сейчас нет? Мы, к сожалению, пока еще не получили бальзамы в пути. Текстура очень-очень напоминает наши бархатные губки. Текстура бальзамы очень напоминает наши бархатные губки. Поэтому точно так же отлично сочетается в подарке с кремом. Используется индивидуально. Восстанавливают гидролипидный баланс наших губ. И как раз-таки, когда мы ухаживаем за губами каждый день, мы оставляем ту самую природную наполненность, природный пигмент. Потому что, увы, к сожалению, все это подлежит утрате со временем. Дорогие девушки, вот на этом наши с вами новинки, наше с вами время, к сожалению, заканчивается. Я бы говорила еще с вами больше, безусловно, но у нас будут встречи в рамках других проектов. Вы можете принимать участие. Мы будем рады видеть каждую из вас с удовольствием. И я сейчас вижу здесь один вопрос. У меня щипет лицо после нанесения бустера с витамином С. Повышенная чувствительность в коже. И у кожи есть купероз. Смотрите, сейчас смена сезона. Холодная температура, повышение чувствительности повышается у кожи. Все зависит от, скажем так, индивидуальной переносимости. Мы можем отложить на неделю и не использовать этот бустер. При этом не просто сидеть на неделю и подождать, у меня снизится гиперчувствительность. Я всегда рекомендую использовать увлажняющую маску. Например, как дополнительное средство ухода. Почему? Потому что увлажнение всегда повышает свой защитный барьер. У кожи мы повышаем защитный барьер, мы адаптируем, мы успокаиваем ее через маску. Illuminae Dreams – это парфюм, да. Мы успокаиваем ее через маску. И через неделю попробуйте использовать бустер, вот этот бустер. Ей же вдруг, ну, ощущение дискомфорта сохранилось, то тогда уже переносим ее, переносим, используя, например, там, через месяц. Потому что меняется погода, меняется кожа, меняется состояние организма. Вот. Поэтому укрепляем одновременно кожу и пробуем переносить. Вот. Я просто сама делала так, и, соответственно, так вам могу порекомендовать. Запись вебинара будет. Как будет готова запись вебинара, мы сделаем анонс в наших официальных источниках, да, это Телеграм-канал в том числе. Ну, вы точно так же всегда можете к нам обратиться за презентацией, за какими-то вопросами. Мы всегда с Гульмирой вас поддержим. Я желаю вам отличного дня, отличных продаж, столько всех классов новинок. Рассказывайте лайфхакеры, рассказывайте историю, делитесь вообще со своей аудиторией, да, тем, что вы знаете, потому что это всегда интересно слушать. И благодарю вас вот за ваше сообщение. Я завершаю вебинар. Сейчас начинается вебинар на казахском языке. Присоединяйтесь, присоединяйтесь. Присоединяйтесь.